И садерскую, и садерскую, и садерскую. Лесников там ваше, это, помиление, участво и рост. Жители Тихих Зорь подписывают петицию против строительства очередной многоэтажки. Люди боятся, что построить её могут на месте, где должна появиться единственная в районе поликлиника. Наличие новых домов, оно не может меня сильно радовать, потому что здесь и так у нас очень населённый район, очень много людей, на которых не хватает инфраструктуры. Это застройщик Ятвина и Шажда. Здесь не будет многоэтажки на другую сторону, будет либо зелёная зона, либо медучреждение. Народные волнения в домовых чатах начались в четверг, после того, как в микрорайон с инспекцией приехал мэр города. Тогда жителям представили план застройки территории. На ней четырёх детских садов, две школы, одна из которых на полторы тысячи мест, и многоуровневые парковки. Особое внимание уделено набережной, но, по словам местных жителей, они не увидели обещанной им поликлиники. Вместо неё здание по форме и размеру больше похожее на очередную высотку. Мы очень расстроены, конечно, не хотелось, потому что там вид шикарный, тем более на горы у нас открывается. Конечно, необходима нам и поликлиника поблизости, потому что ездить на Свердловскую достаточно трудно, если нет машины. Ближайшая поликлиника в двух километрах на Ключевской. Это минимум 20 минут пешком. Путь можно пройти по основным улицам, а можно сократить его через гаражи и сэкономить несколько минут. В обоих случаях маршрут лежит через железнодорожные пути. Другой вариант – на такси. Время в пути, согласно навигатору, от 6 минут. На автобусе не получится, маршрутов в этом направлении нет. Впрочем, для районной администрации проблема не так очевидна. Мы же не знаем за представителей здравоохранения. Может, они скажут, что у нас все в порядке. Вот, например, через дорогу есть взрослая поликлиника. Прекрасно она функционирует, с ней все хорошо. Нет никакого перенасыщения, перенаселения поликлиники. Вот у нас детская поликлиника на 60 лет октября сейчас ремонтируется. Да, далековато, но тем не менее она ремонтируется. Временное решение сейчас обсуждают в мэрии. Разместить филиал поликлиник на первом этаже одной из многоэтажек. Впрочем, его едва ли хватит чуть ли не на десяток тысяч жителей микрорайона. Это понимают и в Минздраве, и в Комитете по здравоохранению. Там говорят, от строительства большой поликлиники в микрорайоне не отказывались. Паника жителей понятна, но не обоснована. На последнем заседании Комитета министр здравоохранения края Борис Немик на мой вопрос как раз подтвердил, что в 2024 году запланировано проектирование поликлиники, а затем и ее строительство. Участок для этого есть. Это 12,5 тысяч квадратных метров недалеко от Платинум-арены. Участок является муниципальным, поэтому никто без ведома города построить там ничего не может. Как рассказали в администрации, строительство рассматривается в среднесрочной перспективе. На язык цифр это от 3 до 5 лет. До этого жители микрорайона Тихий Зори могут рассчитывать на поликлинику на Ключевской, в Медицинском переулке и микрорайоне Пашины. Там же в 2024 году откроют еще одно медучреждение, а в следующем году автомобильную развязку к нему. Стефания Микишова, Алена Крашененникова, Дмитрий Руц, Новости Прима.